Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата и сосредоточимся на его центральном матче на московском дерби между Спартаком и Динамо. В этой встрече мы увидели все, что только можно, и удаление, и красивые забитые мячи, и в итоге Спартак добился, ну, по большому счету, сенсационной победы. Все-таки Динамо, которое так здорово начало этот календарный год, Динамо, которое сейчас борется за чемпионство, оно смотрелось фаворитом в дуэли со Спартаком, который все-таки переживает не самые лучшие времена и сейчас проходит через кризисный, ну, во многом, наверное, переходный сезон, когда обновляется команда, когда строится новый коллектив, когда постоянно меняются наставники, в общем, здесь белоголубые изначально смотрелись фаворитами, но матч сложился для них максимально неудачным образом, а Спартак смог в том числе и воспользоваться теми проблемами, которые есть у белоголубых. В общем, давайте разберем эту встречу поподробнее, но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор это компания Балтбет, который предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, указанный здесь же в закрепленном комментарии, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну, а мы переходим к стартовым составам играющих команд, и давайте начнем со Спартака, потому что здесь достаточно много сюрпризов оказалось. Итак, в центре защиты появился Кауфрейс, игрок, которого достаточно часто критикуют за то, что он нестабилен в выборе позиций, и то, что он является, ну, таким, знаете, привозным игроком в каком-то смысле. Но здесь его выпустили с первых минут, и таким образом на скамейке оказался Литвинов, которого наигрывали в центре защиты весь зимний период. Правда, на будущее следует отметить, что Литвинов после перерыва появился как раз-таки вместо Кауфрейса. Жигоджики рядом с Куфарье, или Кауфаризом, называть как хотите, Селихов на воротах, Мозес Айртон на флангах, в центре поля Умяров и Перейра. Внимание! На скамейке запасных оказался Зобнин со своей почти пятимиллионной зарплатой в год. И это было то, что мы обсуждали еще во время зимнего трансферного периода, что после подписания Перейры придется либо переходить на схему с тремя центральными хавбеками, чтобы на поле был и Умяров, и Перейра, и тот самый Зобнин, либо придется кого-то сажать на скамейку запасных, кем-то жертвовать. В итоге вот оказался в резерве Роман Зобнин. Интересный ход, но с другой стороны логичный, потому что Перейру не просто так подписывали, он сейчас является таким классическим бронебойным опорником, который должен выполнять много черновой работы и поэтому поддерживать атаку. А Умяров это такой реджиста, с которым команда играет лучше, чем без него. Это видно по статистике этого сезона. Поэтому здесь Зобнин оказался третьим лишним. Ну а в атаке Промес Бакаев вернулся в стартовый состав, что интересно, и, внимание, Шамар Николсон на стрие. Не Соболев, именно Николсон. Интересный ход, который во многом оказался успешным. И хотелось бы отметить, что в последнее время Ямайц зажигает по полной программе, чтоб в кубке, что здесь, молочина. Что касается Генама, Шунин на воротах, хотя были слухи, что он не сможет сыграть, но вот он появился. А вот где никто не смог сыграть, так это в центре обороны. Не было ни Ордеца, ни Евгеньева, который дискурифицирован. И в результате появился здесь Бальбуэна и молодой Сазонов. Что в определенном смысле с самого начала ставило под вопрос качество обороны Динамо. Скопинцев и Варелла на флангах. В центре поля Моро и Фомин. В роли такого трек-вартиста, разыгрывающего Шимански. Ну и впереди Захарян, Смолов, Грулев. Тюкавин в резерве, Макаров в резерве. В общем, Динамо имел очень мощную скамейку запасных, которая могла сыграть в их пользу. Но, как мне кажется, здесь, как бы это сказать, весь сюжет встречи вышел максимально неудобным для Динамо. Изначально по первому тайму было видно, что белоголубые стремятся действовать осторожно. То есть в первом тайме все-таки они не лезли вперед. На определенных моментах встречи было видно, что у Спартака преимущество во владении. И было видно, что белоголубые в том числе ждут, когда Спартак пойдет вперед в атаку большими силами. Когда Спартак, так скажем, будет выдернут. Когда его выманят с их половины. И можно будет уже дальше ловить на свободных зонах оборону Спартака, которая все-таки не отличается излишней скоростью. Тот же самый Кауфрис. Парень достаточно тяжеловесный. А что касается Морзеса и Айртона, они на флангах очень активно включаются вперед и оставляют посадить себя, скажем так, в свободные зоны. Поэтому здесь было достаточно логично отойти немножко и отдать Спартаку определенную инициативу в плане процента владения. Кстати, в результате в этом матче процент владения Спартака моментами достигал почти 60 по ходу встречи. Хоть в итоге оказался несколько ниже по итогам всей игры. Также хотелось бы отметить, что важным нюансом был, конечно же, горчичник Кауфриза. Уже на первой минуте. Потому что мы знаем, что Максимилиано футболист интересный, но очень рискованный в плане удаления и всего остального. Он уже получал красные, получал их и в Спартаке, поэтому здесь оборона Спартака изначально как бы подвисла в этом плане. Ну и неудивительно, что Кауфриза в итоге заменили сразу после перерыва. То есть здесь динамовцы, они вполне себе логично действовали. И они, кстати, были близки к успеху, потому что свой гол они должны были забивать. Отличная атака, Грулев показал себя, дальше там еще и Смолов мог забивать, но не сложилось. Здесь оборона красно-белых немытьем, так катанием смогла отбиться. И вот этот момент, как мне кажется, был ключевым. В игре Спартака и Динамо, тем более нынешних, фактически, игра шла до первого пропущенного мяча. Дальше, дальше всем уже все понятно, потому что и Спартака, и Динамо имеют отличных футболистов для контр-атакующей игры. И для того, чтобы действовать на свободных зонах, на пространстве, на скорости, поэтому здесь тот, кто забивал мяч, он как бы получал преимущество. Сопернику нужно идти отыгрываться, открывать у себя свободные зоны. И здесь, посмотрите, у Динамо есть Захарян, великолепно действующий на скорости. Есть тот же самый Грулев на скамейке, Тюкавин, Макаров и другие. Скоростные ребята у Спартака есть Промес, Бакаев и остальные. И поэтому здесь, что называется, до первой ошибки был матч. И первая ошибка голевая произошла именно у Динамо. Причем, что интересно, сразу после опасного момента Белоголубых сыграла старая присказка. Не забиваешь ты, забьют тебе. Вот и здесь Зелимхан Бакаев вот как раз-таки в скоростной атаке нанес удар, удачный отскок на Шамара Николсона, который в итоге мог спокойно прицелиться, закурить там какую-нибудь ямайскую кубинскую сигару, выпить Рома и жахнуть как следует, забить мяч. То есть здесь все-таки за Шамаром не уследили. Да, понятное дело, что Спартаку повезло, но оборона Динамо не уследила за центральным нападающим в своей штрафной, которому достался снаряд. В итоге 1-0. И после этого игра пошла уже по сценарию Спартака. Потому что да, красно-белые в итоге все равно много владели мячом. Ну, по старой присказке, пока мяч у нас нам не забьют. Но моментами Динамо переходил на чужую плену поля большими силами. И в результате здесь-то Спартак и ловил соперника на контр-выпадах. И в одном из них был забит красавец мяч Промеса. Промес здесь исполнил финт своего соотечественника Робена. Только тот смещался с правого фланга в центр и бил в обводку. А здесь Промес с левого фланга сместился в центр, жахнул, забил. И вот, пожалуйста, 37-я минута. 2-0. Бакаев голевой пас. Ну, кстати, ему можно засчитать и голевой ассист в первой атаке. Потому что после его удара там все завертелось, закружилось. И вообще Зельмхан красавчик. Ну, а потом Бакаев еще и спровоцировал Вареллу на удаление. И на тебе Динамо остается в меньшинстве еще 2-0 в пользу Спартака. Получите, распишитесь. Вот так, знаете, парадоксально. Сперва динамовцы могли забить, но упустили свой шанс. И Спартак забил им. А потом, вспомните момент с желтой карточкой Кауфаиза. Он получил на первой минуте горчичник. И все думали, что Спартак рано или поздно останется в меньшинстве. А в итоге в меньшинстве осталась Динамо. Когда Варелла нарывался на второй горчичник. В общем, здесь, конечно, урогварец подвел команду. Потому что за, сколько там, 5 минут получить 2 желтые. Это нужно было постараться. С другой стороны, Спартак очень удачно действовал на контр-выпадах. Чувствовал, что Динамо идет вперед отыгрываться. И вот здесь Спартак рвал оборону соперника. Удивительное дело, Динамо, казалось бы, скоростная, мобильная и такая очень динамичная, простите за тавтологию, команда, оказалась очень уязвимой в плане контр-выпадов соперника. И, кстати, динамовцы, это, между прочим, одна из тех команд, которая является, ну, скажем так, суперволевой в рамках чемпионата России. У них, по-моему, одно из самых высоких количеств очков по тем матчам, где они сперва уступали в счете, а потом отыгрались. И вот здесь мы видим, что Динамо на этот раз отыграться не сумел. Мне кажется, вот мое личное ощущение, что все-таки молодость команды сыграла с ними определенную злую шутку, потому что не хватило опытных исполнителей, которые здесь повели бы команду за собой. Да, во втором тайме, конечно, выпускались резервисты, те самые толковые ребята со скамейки запасных. И Тюкавин, и Нжей, и Макаров. Ну и, разумеется, здесь нужно было закрывать правый фланг обороны, поэтому вышел Паршевлюк вместо Фомина, что, в свою очередь, ослабило опорную зону и еще больше подставил Динамо под контр-выпады. Но, обратите внимание, все ребята молодые. Опять же, Макаров, Тюкавин, Нжей, не сказать, что ветеран. То есть, не те люди, на самом деле, которые в дербийном матче принципиальном могут повести команду за собой. Ну, а что касается Спартака, в итоге они добились своего. В итоге они во втором тайме вполне себе логичные замены делали. Освежали центр поля. За счет Зобнина освежали атаку за счет Ларсона. Сняли с игры Кауфериза, который мог нарваться на красную. И, по результатам, Спартак во втором тайме действовал убедительно, на мой взгляд. Спартак много владел мячом. То есть, опять же, работал по логике, пока мяч у нас нам не забьют. Спартак действовал хладнокровно, избегал ошибок в своей оборонительной деятельности. И хоть Динамо пытался навязать свою игру, и у них были моменты определенные в атаке, но у Спартака тоже были эпизоды во втором тайме, и Спартак мог спокойно тоже забивать мячи. Поэтому Динамо, как мне кажется, какого-то штурма так и не устроил толком во втором тайме. И, конечно же, это связано с тем, что команда действовала в меньшинстве. А это автоматически приводит и к физическим проблемам, потому что команде придется играть в десятером за 11 футболистов, и к проблемам в плотности игры, что позволяло Спартаку опасно контратаковать. В итоге логичные победы красно-белых 2-0, и Динамо, ну, скажем так, немножко провисает в чемпионской гонке. Посмотрим, как сыграет Зенит, но чемпионские шансы Динамо немножко сокращаются.